Конькобежный спорт – один из самых медальных видов спорта в программе зимних олимпийских игр. Появление конькобежного стадиона на Минской арене придало популярность конькобежному спорту в нашей стране и что закономерно способствовало росту спортивных результатов на международной арене белорусских конькобежцев. В 2014 году в конькобежном спорте была сделана ставка на молодое поколение как спортсменов, так и тренерского состава. На сегодняшний день наша команда, средний возраст которой 23 года, является одной из самых молодых команд в мире. Нам необходимо проявить терпение и мудрость, сохранить накопленный опыт и знания, которые, отмечу, аккумулируются полностью у белорусских специалистов и планомерно двигаться к заветным медалям. Благодаря созданным в нашей стране условиям конькобежцы были обеспечены всем необходимым – и инвентарем, и тренировочным процессом. Программой подготовки было предусмотрено завоевание олимпийской медали в конькобежном спорте. Мы рассчитывали на медаль небезосновательно, ведь за прошедший олимпийский цикл наша команда завоевала пять медалей в олимпийских дисциплинах на этапах Кубка мира и четыре раза становилась в шаге от подиума на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах, занимая четвертое место. На олимпийских играх все спортсмены выступили в свою силу, без провалов, улучшив свои позиции относительно квалификационных рангов с этапов Кубка мира. Два спортсмена, лидера команды, Головатюк Игнат и Зуева Марина, заняли шестое и седьмое место соответственно. Также, квалифицировавшись в женской командной гонке, впервые в истории мы заняли седьмое место. Динамика в конькобежном спорте положительная, нужно просто качественно и профессионально делать свою работу. Перспективы участия в зимних олимпийских играх 2006 года в Милане с учетом результатов ближайшего спортивного резерва оптимистичны, ведь на последнем этапе Кубка мира среди молодежи до 23 лет в Австрии нами было завоевано 8 медалей, из которых 4 золотые. Увеличение числа спортивных объектов, где можно заниматься конькобежным спортом, даст очередной толчок к развитию, повысит количество занимающихся и селекцию. Это могут быть 300-400 метровые школьные и иные стадионы с асфальтированным плоскостным покрытием, ведь на роликах кататься может каждая и в саблонном доступе. Роллер-спорт является фундаментом для многих видов спорта, зимних видов спорта. Коньки, шортрек, хоккей, лыжи, биатлон. Через призму роллер-спорта мы популяризируем конькобежный спорт как массовый, доступный для всех вид спорта. Не хватает льда? Чтобы увеличить селекцию, для основных стран конкурентов у них значительно выше количество катков и занимающихся конькобежным спортом. Мы таким количеством занимающихся конькобежным спортом на сегодняшний день не можем похвастаться. Да, я похвастаюсь вам. Было 4 катка, сейчас 44 в хоккее. Что произошло? Количеством взяли. Что произошло? Занимайтесь в хоккейных коробках коньками, как шортрек это... Занимайтесь, лыжероллерами занимайтесь. А потом привезите лучших по 5-6 спортсменов с каждой области. И пусть они, мы их поселим, и пусть они бегают здесь до поселения, пусть бегают в Минске. Отличный каток, пусть бегают. А то, что мы вам построим сейчас в условиях беспрецедентных санкций, вы как будто живете в другом мире. Поэтому, Сергей Леонидович, вы не рассчитывайте, что мы в ближайшее время вам построим конькобежный стадион. Вы знаете, сколько это стоит. Берите лыжероллеры и начинайте работать с ребятами. Начинайте с ними работать. Должна быть методика, физическая подготовка, чтобы у них ноги не затекали на 200-метровке. 200 метров пробежал, у него уже ноги не двигаются. Спасибо.